В эфире программа ДПС. Здравствуйте, студия Николай Сальников. Сегодня в выпуске. ДПС. Здравствуйте, студия Николай Сальников. ДПС. Подробную статистику представили в Федеральном ГИБДД. Начинаем эфир с традиционного обзора ДТП за прошедшие сутки. Вечная авария унесла жизнь 26-летнего водителя. Парень превысил скорость и не смог справиться с управлением на повороте. В итоге вылетел на обочину и врезался в бетонный блок. От полученных травм владелец Лады скончался, а его старшего брата доставили в больницу. В каком состоянии был водитель, неизвестно. Сон за рулем до добра не доводит. Водитель Лексуса упал в объятие Морфея и не заметил, как его автомобиль вылетел навстречу и столкнулся с двумя Тойотами. Пытаясь уйти от удара, две иномарки протаранили еще четыре автомобиля. В результате столкновения Лексус перевернулся, а остальные машины получили серьезные механические повреждения. Водители и пассажиры не пострадали. Поворотник включил, а вот по сторонам посмотреть забыл. Водитель с 20-летним стажем решил повернуть налево и не увидел приближающийся мопед. В результате пассажирка упала с байка и была доставлена в больницу с травмой плеча. Участником еще одного ДТП стал общественный транспорт. Автоледи на Хюндайе пыталась объехать попутную дорожно-строительную технику. В это время водитель маршрутки, который ехал позади, отвлекся и заметил затормозивший автомобиль слишком поздно. С управлением не справился и протаранил иномарку. К счастью, автовладельцы и пассажиры в аварии не пострадали. Приобрести новую машину, собранную или произведенную в России, теперь можно с серьезным дисконтом. В федеральном правительстве внесли изменения в программу льготного кредитования, которые позволят сэкономить на покупке авто 10%. Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» рассчитаны для граждан, которые впервые приобретают машину или в их семье больше двух несовершеннолетних детей. Под условия льготного кредитования попадают машины, собранные в России, розничная стоимость которых не превышает 1 млн 450 тысяч рублей. По прогнозам аналитиков, таким образом, в текущем году в стране может быть продано 58 тысяч машин. На финансирование льготных автокредитов в госбюджете предусмотрено без малого 4 млрд рублей. Автокреслу срок сократили, а вот ремень по-прежнему гарант безопасности. Несколько дней назад изменения в правилах перевозки детей в автомобилях вступили в силу. О том, как исполняют родители новые требования, сегодня узнала наша съемочная группа. Родителям-автовладельцам жить стало проще. Теперь, если ребенку больше 7 лет, от автокресла можно избавиться. По новым правилам, для перевозки детей на заднем сидении достаточно ремня безопасности. Однако сажать ребенка младше 12 лет без специального удерживающего устройства вперед по-прежнему запрещено. Таких изменений водители ждали давно. В 12 лет дети есть больше меня, вот, сами знаете. И как его можно в этом маленьком садить? Ну, в 7 лет это уже что-то. Но, как показала практика, даже с послаблением требований нарушителей меньше не стало. В машине у Вячеслава 4 ребенка. По правилам водитель перевозит только 4-летнюю дочь. Еще две девочки не пристегнуты ремнем безопасности, а годовалый малыш и вовсе сидит на руках у мамы. Вы, как водитель транспортного средства, в котором перевозите, у вас под ответственностью 4 несовершеннолетних ребенка и жена. Понятно. Ну, нет таких слов, чтобы снимать. Машина маленькая. В этот раз вместо штрафа в 3000 рублей нарушители получили предупреждение. Госинспекторы провели с родителями профилактическую беседу, выдали памятки и призвали более внимательно относиться к безопасности своих чат в автомобилях. С начала года в городе Новосибирске было зарегистрировано более 20 дорожно-транспортных происшествий, где дети пострадали в результате столкновения транспортных средств, находясь в качестве пассажиров данных транспортных средств. Более ответственные родители признают, хоть кресло и занимает в машине много места, перевозить ребенка в нем гораздо спокойнее. Ну, страдают дети, насколько они вылетят в лобовое стекло, то, что мы тому ответственно ведемся на дороге, а за других мы не можем, если все ответственны за чужих водителей. Кто с алкогольным опьянением, разнообразные случаи. Даже новости уже особо не читаем, потому что страшно. Несмотря на введение новых требований, сотрудники ГИБДД рекомендуют использовать удерживающие системы и для детей старше 7 лет. Особенно, если рост ребенка меньше 150 сантиметров. Кириллу уже 8, но избавляться от кресла мальчик не дает. Говорит, так удобней. В нем лучше и все видно. По новым правилам раскошелиться придется и тем, кто оставил ребенка младшей семьи в машине одного. Штраф за этот проступок составит 500 рублей. Кроме того, перевозка детей до 12 лет на заднем сидении мотоцикла теперь тоже запрещена. В первом полугодии 2017 года в стране почти на 40% снизилось количество погибших в авариях по вине пьяных водителей. В то же время детская смертность на российских дорогах почти не изменилась. А число погибших в ДТП с особо тяжкими последствиями, наоборот, увеличилось. Такую статистику приводят в МВД. По данным ведомства, за 6 месяцев текущего года в стране более чем на 10% уменьшилось количество погибших в авариях. Число раненых в ДТП за полгода составило почти 89,5 тысяч, что примерно на 5 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее же количество дорожных аварий с тяжкими последствиями за полгода составило почти 70 тысяч против 74,5 год назад. Также несколько снизилась и статистика погибших пешеходов. Их в этом году оказалось чуть больше 2 тысяч человек, в то время как в прошлом году было почти 2,5 тысячи. На этом выпуск завершен. Если вы стали свидетелем ДТП, присылайте информацию на электронную почту, адрес которой указан на экране. Для вас работал Николай Сальников. Не нарушайте правила и помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. До встречи в программе ДПС. Продолжение следует...